Замечательный певец, замечательный друг, товарищ и брат. Аркадий Инин. Писатель, кинодраматург, публицист, автор двухсот теле- и радиопередач, 45 кинокомедий и более 20 книг, газетных статей и журнальных фильетонов, профессоров ГИКа. Здравствуйте, у нас в гостях Аркадий Инин. Аркадий Яковлевич, почему вы, инженер-электрик, серьезный технический человек, решили стать сатириком? Как это происходит и как научиться быть сатириком? Где этому учат? Во-первых, я не сатирик. Сатирик – это человек, который клеймит других своим бичом, ювеналом сатиры. Сатирик – это человек, как я понимаю, сатирика может быть человек, который сам по себе совершенен, и он клеймит недостатки других. А так как я сам несовершенен, то я никакой сатирой не занимаюсь. И это то, что пишут, писатель сатирик – это глупости. Я юморист, лирик, я смеюсь над собой самим. Над собой самим. И если получается так, что зрители, читатели в этих ситуациях угадывают себя и тоже смеются, тогда, значит, я попал в точку. Но это ни в коем случае с моей стороны ни в коем случае не сатира. А научиться этому совершенно бессмысленно. Это либо дано, либо не дано. Я в Абгике там преподаю кинодраматургию, но я же не могу вложить талант в головы моих абитуриентов. А я учу их только теории, драматургии, учу тому, как складывать сценарии. А все остальное – это Бог дал или не дал. Вы автор сценариев нескольких десятков кинокомедий. Какая работа заставила вас самого посмеяться от души над своим сценарием? Ну, над своим сценарием не смеешься. Это когда приходишь в зал и видишь, что твой фильм идет, и люди смеются. Вот тогда и ты начинаешь улыбаться. А так это же работа. Ну, как я был. Ну, правда, говорят, вот Пушкин же бегал, кричал «Айда Пушкина, Айда молодец». Может быть и так. Но мне такого не доводилось. Один из самых известных проектов у Истоков, в котором вы стояли, – передача «Вокруг смеха». Это был тонкий юмор умных людей. Куда это ушло? Почему сейчас так не шутят на телевидении? Потому что изменилась жизнь. Изменилась одна общественная формация, на смену ей пришла другая. Была советская власть – социализм, пришел дикий капитализм. Поэтому ни авторы не стали менее остроумными, а просто они вынуждены идти на поводу у зрителя. А зритель тоже, он не стал сам по себе глупее, а просто, повторяю, сменилась формация. Если при социализме, при советской власти мы работали с 8 до 6, потом у нас была масса свободного времени, мы на кухне собирались, острили, шутили, ругали советскую власть, находили тонкие нюансы юмора, потому что в прямую ничего нельзя было сказать. Это требовало усилий ума как у авторов, так и у зрителей. Сегодня же жизнь другая. Сегодня мы работаем на двух-трех работах. Сегодня мы приходим ночью, почти ночью падаем на диван перед телевизором. И у нас нет времени разбираться в тонкостях юмора, разбираться в нюансах, в подтекстах и так далее. Мы говорим, сделай нам смешно, если говорить о юморе. Сделайте нам смешно. Быстро сделай, потому что мы сейчас заснем вообще. Вот и все. А чтобы быстро сделать, надо уронить штаны, опуститься ниже пояса. Вот и все. Изменилась ситуация. И в этом смысле мы идем за всем миром. Американский юмор в их клубах, немецкий, чудовищный, пошлый, тупой. Точно такой же стал теперь и наш. И выхода из этой ситуации нет. Соперничество в творчестве вам знакомо и с кем? Это актеры могут грызться за одну роль, там в театр, как известно, террариум единомышленников. А сценаристы мы одинокие волки, мы не работаем в коллективе, мы сидим дома, пишем, пишем, пишем. Какие у нас соперничества? Наоборот, все, если вы почитаете, послушаете, все говорят, нет сценария, мало сценария. Так что никакой конкуренции тут нет. Чем вы лечите творческий застой? Ничем я не лечу, кончаются деньги, я сажусь и начинаю писать. Он главный мой двигатель вдохновения. И я говорю, надо и надо все. Вы мечтаете как ребенок? Поделитесь своей мечтой? Никогда в жизни ни о чем не мечтал. Ни о чем, ни о работе, ни стать инженером, ни стать литератором, ни жениться, ни наоборот разойтись. Никаких мечт. Самый сложный день в жизни и счастливый? Не было такого. Я надеюсь, что самые счастливые еще впереди. А сложных тоже, к счастью, не было. Кроме беды ранней войны. Отец погиб у меня в 41-м году, сразу уйдя на фронт. Вот это была беда. А так, жизнь как жизнь. Что бы хотелось написать в ближайшее время и есть ли преграды этому? Хотелось бы написать очень многое, но не преграды, а преграда одна. В наше время одна преграда, нету денег. Вот и все. Есть замыслы хуже, лучше, но нет денег. До свидания. Аркадий Яковлевич, спасибо большое, что уделили нам время. Всего вам доброго. Пожалуйста. И вам добра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин